Обзнакаевы сегодня устроили праздник для ветеранов. В центре города появились монументы в память о тружениках тыла. Затем в торжественной обстановке во Дворце культуры председатель госсовета Фарид Мухаммедшин вручил активистам награды. А те, кто не стареет душой, Дмитрий Фторов. Идея увековечить память тружеников тыла и детей войны уже давно возникла у ознакаевских фронтовиков. Монументы возвели в центре города у Вечного огня на Площади Победы. Их разместили по обе стороны памятника героям войны. Это очень важно для воспитания молодого поколения. Вот школьники здесь, дети здесь, пенсионеры, ветераны войны здесь. Умеленная седина ветерана рассказывает юным ознакаевцам о том, как их детство забрала война. Как читали вслух письма с фронта и горькие строки из газет о потерях на передовой. Это самое тяжелое для меня воспоминание. Считать эти письма. Наши оставили, наши оставили. Тот город, тот город, тот город. И все это через детское сердце. Не это ли разве подвиг? Который заставляет и после 65 лет, после окончания войны, говорить об этом. Напоминать об этом. Вспоминать их. И то, что вы, ознакаевцы, решили открыть памятником детям войны, говорит о благородстве вашей души. Ознакаевский совет ветеранов, один из старейших в республике. Ему исполнилось 40 лет. Несмотря на годы, его участникам скучать некогда. Они занимаются в шахматных клубах, выращивают овощи для местного дома престарелых, постоянно выезжают по памятным местам, активно участвуют в самодеятельности. Сегодня в районе живут более 19 тысяч пенсионеров. Многие собрались на торжество во Дворце культуры. Глава парламента пожелал ветеранам не стареть душой, а наиболее активные получили благодарственные письма и другие высокие награды. Поводов порадоваться за подрастающее поколение немало. Строятся клубы и школы. А сегодня торжественно открыли дорогу, которая связала новый жилой микрорайон с центром города. Первыми по ней проехались самые маленькие жители, свадебные кортежи и, конечно, почетные гости торжества – ветераны войны и труда. Дмитрий Фторов и Эдуард Мухамметьянов. Вести Татарстан. Ознакаево.